Михаил Пелеверт, политический обозреватель, израильский политический обозреватель в нашем эфире. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, начались выборы. Явка беспрецедентная с 1999 года, с прошлого века, можно сказать. Можно ли, опираясь на какие-либо цифры и то, что известно по экзитполам, говорить о том, как проходят выборы, кто лидирует, что происходит на данный момент? Вы знаете, мы еще не знаем, если явка сравнялась с концом прошлого века, с 1999 годом. Пока что относительно высокая явка была в 2015 году, и мне кажется, нынешние выборы ее не обошли. Что можно точно сказать по цифрам, что к полудню проголосовало около 28,5% избирателей, и это на 3% больше, чем было на прошлых выборах. Относительно того, откуда именно пришли эти три дополнительных процента, пока что создается впечатление, что это пропорционально распределяется между различными географическими районами, а, соответственно, быть может и идеологическими блоками в Израиле, даже голосование в арабском секторе к полудню составляло в среднем на 2% больше, чем на прошлых выборах. Мы пока что не знаем, голосовали ли, например, арабские граждане за свои арабские партии или за общеизраильские сионистские партии, общеизраильские партии. Это все нам надо будет дождаться не только сегодня экзит-полов после 10, но и, скорее всего, настоящих, живых результатов, которые мы получим, скорее всего, к полуночи четверга. Именно тогда в центр избирком поступят так называемые двойные бюллетени, то есть голосование солдат, заключенных, дипломатов, израильтян, голосующих за границей. Соответственно, надо набраться терпения, делать сегодня какие-то прогнозы очень рискованно, но в общем и целом можем уже сказать, что, скорее всего, Бен Гвир и его партия Уцма-Иудит и его блок в объединении с Бецалелем Смотричем, религиозные сионисты, они существенно получат большое количество голосов, в том числе и голосов людей, которые голосовали в эти выборы, на этих выборах впервые. Это приблизительно 200 тысяч человек, ровно настолько увеличилось количество израильских избирателей с прошлых выборов, с весны 2021 года. Второй вывод, который мы уже можем сделать достаточно точно, что арабского представительства, арабских представителей в следующем Кнессете будет тоже меньше, чем было в прошлом Кнессете. И я не уверен, что это хорошо для стабильности израильской демократии. Ну и в-третьих, я, к сожалению, все еще считаю, что израильские граждане не являются бенефициарами этих выборов. Бенефициарами являются политики, те из них, которые пройдут и будут иметь возможность продолжать быть частью будущего израильского Кнессета. А израильским гражданам придется все еще платить в результате за тот политический тупик, в который нас завели наши политики. Ну вот оглядываясь на те выборы, вот пять выборов, которые были на моей репатриации, я замечал, что в каждой выборе существует какая-то партия, которая собирает на себя протестные голоса. И она не повторяет на следующих выборах этот успех. Тактик Ваха Даша была на предыдущих выборах. Является ли Бен Гвир и Бецалель Смотрич, вот их взлет, именно вот этим феноменом протестного голосования? Мне кажется, что да. Не на все 100%, но процентов на 40. В свое время я соглашусь с вами, что именно таким же протестным голосованием был выбор Моши Фейглина, который на выборах, кстати, не прошел в 2019 году. Но при этом сегодня вот эта популярность невероятная Бен Гвира связана с рядом фактором. Один фактор, вне сомнения, он в его популистском таланте. Он очень правильно расставил акценты, и он воспринимается как человек искренний. А это сегодня в наш век ТикТока и Инстаграма оказалось очень важным талантом политика быть настоящим. Вот Бен Гвир для многих настоящий. Во-вторых, Бен Гвир, конечно же, он собрал протестный электорат, и не просто протестный, а именно анти... Ну, я не хочу сказать антигосударственников, но против антисистемных людей, которые считают, что голосуя за Бен Гвира, они приближают какие-то очень существенные изменения в самой системе, в израильской политической системе. Я знаю многих людей, которые сомневаются, голосовать ли им, например, за партию Мерец или за партию Бен Гвира. Можно задать вопрос, как в одном человеке может умещаться два-две такие противоположности, но вот есть немалое количество людей, которые считают, что лишь разрушив старую систему, можно на ее обломках построить что-то новое. Бен Гвир представляется человеком, который может разрушить сегодняшнюю израильскую систему. Ну и в-третьих, конечно же, Бен Гвир отражает ту реальность в наших краях, на Ближнем Востоке, связанную с безопасностью, когда он утверждает, что арабы не передумали, а все еще хотели бы скинуть всех евреев в море и помешать созданию здесь прочного еврейского государства, то он здесь, конечно же, находит симпатию и отклик у большого количества израильтян, которые все еще остались именно вот в этом смысле правыми. Они противятся созданию палестинского государства. Им поднадоел Бенемин Нетаньягу. И именно в Бен Гвире они видят некую отдушину, возможность проголосовать за правую идеологию, но абсолютно за нового несистемного человека. — Михаил, ну вот оглядываясь на выборы, которые проходят в последние годы, есть две тенденции такие заметные. Это, с одной стороны, между прошлым и будущим в Украине такие выборы были, в России это не прошло, но есть явные поколенческие вот такие разрезы. В некотором смысле и в Израиле, скажем так, Ликут и НДИ могут относиться к более возрастной и против них молодежь. А с другой стороны, явные популистские вот такие какие-то крены, когда выбирают, ну, можно их называть политическими клоунами, можно обвинять их в разном. Бен Гвира в очень многом и в национализме, и в расизме обвиняют. Вот это какая из тенденций? Это, казалось бы, молодые голосуют за Бен Гвира? Это не борьба с прошлым, это что-то другое? За Бен Гвира, да, голосуют молодые. За Бен Гвира голосует немало людей, которые перестали голосовать за религиозные, за ортодоксальные партии. Здесь Бен Гвир, скорее всего, набирает от одного до двух мандатов. Именно у учеников, учащихся ешив, у людей, которые в свое время под козырек голосовали, повторяю, за партию ШАС или за партию Агудат Исраэль и Адута Тора. В этой тенденции я не вижу, кстати, особого поколенческого какого-то, скажем так, кризиса. За Бен Гвира, мне кажется, голосует немало и вполне опытных, респектабельных израильтян, повторяю, которые преследуют абсолютно иные, быть может, технические какие-то цели. Повторяю, Бен Гвир – это какой-то для некоторых людей апофеоз абсурда, до которого дошла израильская политика. Но при этом сама, скажем так, сама группа людей, которые придерживаются вот этой правой ультра-националистической идеологии, она отражает общемировые тенденции во всем мире, в том числе из-за коронавируса. Правые партии победили, очень часто на муниципальных выборах, но и на уровне федеральном. Например, мы можем взять последний пример – это Джорджио Мелони в Италии. Есть некое, скажем так, возвращение к корням. Населению хочется чего-то не зыбкого, а чего-то очень конкретного, понятного, понятной своей культурной ориентации, истории. Население устало от многокультурализма, глобализма. И вот эти процессы, которые происходили во всем мире во время коронавируса, они подстегнули часть населения, некоторые группы и, скажем так, толкнули их в объятия Бен Гвира и ему подобных. Пока что, насколько успех Бен Гвира будет долгосрочным или краткосрочным, говорить об этом рано. Хотя мы видим, что он пока что показывает себя политиком достаточно прагматичным. И те проблемные заявления, которые он делал на протяжении всех этих последних лет, он стал звучать гораздо мягче. Ну вот раньше его обвиняли в фашизме, прям буквально, а сейчас, ну, называем ультра-националист, ультра-правый националист. Но вот изменение Бен Гвира в сторону центризма, в сторону мудрой политики, когда нужно не лозунги кидать, а когда надо все-таки отвечать за страну в очень сложных условиях, это возможно? Можем от него ждать? Вы знаете, это большой вопрос. Я с Бен Гвиром шапочно знаком, и на меня он, скажем так, мне придется высказать свое субъективное мнение. Он на меня в последнее время производит впечатление человека, который уже почти понимает, что он является министром в следующем правительстве, что на нем будет лежать какой-то груз административной и политической ответственности. Но при этом он, скажем так, остался тем же самым аутсайдером, каким он и был. Я здесь, кстати, верю, что он является идеологически человеком достаточно искренним. Он на самом деле говорит... О государстве идеологии? Думает то, что говорит, и то, что он начал звучать мягче, это не факт, что он означает, что он отошел от своей изначальной позиции, идеологии, а скорее он пытается добраться к сердцу широкого избирателя и понимает, что в конечном итоге политика есть искусство возможного. Бенгвир в итоге, конечно же, для избирателя является вполне себе понятной лахмусовой бумажкой. Вот посмотрите на Бенгвира и ответьте себе на вопрос, хотели бы вы, чтобы этот человек был, например, министром внутренней безопасности. Относительно Бенгвира можно выстроить образ условно левого и условно правого израильтянина. Кстати, я повторяю, что Бенгвир на фоне ИИ, специально смотрящего, партнер по партии религиозных сионистов, они являются гораздо более левые, скажем так, левоцентристы считают их гораздо более опасными политическими игроками, чем Бениамина Нетаньягу. Бениамина Нетаньягу в конечном итоге является прагматиком, который, преследуя свой лично политический интерес, за последние 20 лет, как мы знаем, сделал очень много противоречащих друг другу утверждений. Он был против создания палестинского государства. Из-за он и обещал ликвидировать Ясера Арафата, а с другой стороны был одним из инициаторов мирного процесса в конце 90-х годов. Так называемого процесса White Plantation. Соответственно, вот будет ли Бенгвир подобным же прагматиком, это, наверное, самый интересный вопрос, который мы будем обсуждать в ближайший год. Во всяком случае, сегодня есть некое ощущение, что, и я это слышу как от левоцентристов, так и от представителей правого лагеря, что вот эта попытка мотивировать избирателя встать и прийти проголосовать, она увенчалась успехом. И, видимо, я с осторожностью это скажу, видимо, это особенно заметно на вот это оживление на правом лагере. Поэтому мое изначальное предположение, что настоящим победителем сегодняшних выборов будет Бенгвир, оно слегка усилилось. И не могу не спросить вас, все-таки попытаться сыграть в игру, хотя это очень плохая игра, особенно сегодня, но вот какие варианты возможны? Насколько я понимаю, это Биби 61, Бениамин и Таньягу, коалиция 61 гол, 61 процент. Это когда будет паритет, и тут неизвестно, что сыграют ли ганцы. Есть ли вариант того, что вечером придут голосовать традиционно вечером арабы, и, может быть, у Лапиды что-то появится, какой-то шанс? Какие варианты есть? Варианты для Лапида, это прежде всего не проиграть, то есть это получить как минимум 60 голосов, включая арабские партии. Это не будет победой для Лапида, но это позволит ему до следующих выборов оставаться премьер-министром, главой переходного правительства, и поэтому это может быть в его случае приравнено к победе. Бениамину и Таньягу, вне сомнения, нужно минимум 61 голос. Есть сегодня некая теория, которая говорит о том, что будущее Бениамина и Таньягу зависит от двух цифр, 60 и 30. 30, то есть это тот минимум, который обязана получить партия Ликуд для того, чтобы Бениамин и Таньягу удержался, остался во главе этой партии, а 60 — это количество голосов, которые минимум должен получить его лагерь, чтобы не было внутренних, скажем так, некого внутреннего переворота. Если Бениамин и Таньягу достигнут двух этих минимальных целей, то есть 60 для своему лагерю и 30 партий Ликуд, то с высокой вероятностью нас ждут следующие выборы, кстати, они будут не через год, а буквально весной, поэтому я все еще, скажем так, свои бы фишки положил именно в пользу именно такого сценария. Второй сценарий, наверное, связан с узким правым правительством, которое не удержится долго, очень быстро оно исчерпает свой ресурс и легитимности, и внутренней легитимности, и внешнеполитической легитимности, но это, я бы сказал, второй по вероятности сценарий. Третий сценарий, он самый, быть может, интересный. Это ситуация, в которой партия Ликуда, быть может, готова будет создать правительство национального единства вместе с Лапидом, вместе с Бенемином Гансом под предлогом, что страна стоит перед очень сложной политической ситуацией, ситуацией в сфере безопасности, и, наверное, с точки зрения израильского гражданина, это будет наилучший выход, это будет относительно стабильное правительство, которое продержится, повторяю, относительно долго. Все остальные сценарии так или иначе ведут нас опять к преждевременным выборам, и поэтому, повторяю, в общем и целом избранный народ продолжит в ближайшем будущем избирать. Спасибо большое, Михаил Пелеверт, политический обозреватель, был в эфире «Лучшего радио». Спасибо, Михаил, всего доброго, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин